Алексей Боряченко с нами на связи, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов. Алексей, здравствуйте, рада вам, как всегда, в эфире Фридом. Доброе утро. Приветствую, друзья, доброе утро. Разберем, собственно, вот эту ИПСО, абсолютно по-другому ее нельзя назвать, о том, что Зеленский нелегитимный после 20 мая. Разделим ее на две части. Первая часть это давление на украинское общество с целью, как я понимаю, расшатать ситуацию в Украине, чтобы люди выходили на митинги, протестовали, тут большие кавычки огромнейшие, такие, как столы Путина против незаконного президента Зеленского. Как кажется, субъективная оценка сейчас, это ИПСО на украинцев, ну, не действует почти, если только не считать определенный маргинез, либо же, если не считать определенные политические силы, которые, наверное, забывают, что в Украине идет полномасштабная агрессия, начатая Российской Федерацией. Ваша оценка того, как это влияет на украинское общество? Поднимается ли кто-то против президента Украины Владимира Зеленского? Ну, знаете, украинский народ показал действительно свою мудрость. И несмотря на то, что вчера, скажем так, было огромное количество ИПСО, особенно через анонимные телеграм-каналы, тиктоки, много всякого рода там или заряженных, извините за сленг, или полезных идиотов, раскачивали ситуацию. Кто-то говорил про то, что уже там спикер должен быть исполняющим обязанностей, кто-то просто требовал выборы. Но одним словом, путинское ИПСО разложило веер вариантов, лишь бы не было, так сказать, президента Зеленского, чтобы действительно каждый из украинцев, который имеет какую-то долю сомнений и поддался на все вот эти вот манипуляции, чтобы он выбрал, так сказать, свой вариант, да, вот как он хочет и как он видит. Любой из этих вариантов, мы же прекрасно понимаем, что он на руку Кремля. И любая дестабилизация Украины во время войны – это, конечно же, на руку Кремля. Но наши люди, вот, кстати говоря, сегодня я, опять же, смотрел ленту, и я думал, что такая дезинформационная волна будет выше. А нет, наше информационное пространство показало себя довольно стойко. Вы правильно сказали, что, ну да, есть Маргинес, есть политиканы, я не назову их даже политиками, это чистые политиканы, которые просто рвутся к власти в Украине и готовы повторять чисто за русскими их НИПСО, и это абсолютно перекликается, ну, собственно говоря, да, с тем самым русским НИПСО. Но в своем абсолютном большинстве наше общество показало, ну, такой внутренний консенсус, что ли, да. Причем консенсус не просто какой-то неоткуда взявшийся, да, а консенсус через диалог. То есть люди разобрались, они почитали статью 108 Конституции, они почитали, что говорят уважаемые экспорты, что говорят официальные каналы, в том числе и ваш, кстати говоря, почитали разъяснение ЦВК, Центральной избирательной комиссии, которая, кстати говоря, очень системно, очень доступно разложила соответствующие все пункты, и она делала основной акцент на том, что во время войны, во время военного положения главное обеспечить, как это, стабильную работу сталий, да, именно институтов, да, и разъяснила, как лонгируется, собственно говоря, полномочия на основе какой нормативной базы не только президента Украины, но и парламента Украины под названием Верховная Рада Украины. Мы должны воспринимать, и это очень важно, нравится кому-то Зеленский, не нравится кому-то Зеленский, это абсолютно нормально, ну не все могут любить того или иного президента, правильно? Ну согласитесь, у нас в истории было много президентов, кто-то кого-то любил, кто-то кого-то не любил, там, помните, даже у нас была одна, которая там с белыми тиграми, сердцем, и выбрай сердцем, и так далее, и тому подобное. Суть вообще не в этом, абсолютно. Суть в институции. Во время войны враг пытается нас расколоть и дестабилизировать не за счет фамилии президента, а за счет того, что выйдет из строя целая функция. А президент, согласно Конституции Украины, во время войны одновременно является и Верховным Главнокомандующим. Ну то есть вдумайтесь даже, да, вот если российскому ПСО это удастся, страна во время войны потеряет Верховного Главнокомандующего, а восстановить она его не сможет, потому что выборы провести во время военного положения абсолютно невозможно. И не даже по нормативным условиям, это даже вторично, как по мне, что там прямой запрет проведения выборов во время войны. Просто по-человечески. А как вы их будете проводить вот сейчас, например, в Харькове, или на Донбассе, или в Одессе, или в Николаеве, или в Херсоне, которые вообще находятся каждый день под ствольной артиллерией? Каким образом их проводить? Кто-то мне сейчас апеллирует с другой стороны экрана, что говорит, а давайте частично ведем электронное голосование. Я говорю, давайте. Только есть нюанс. Для этого нужно ввести изменения в Конституцию и получить две трети голосов, чего у нас сейчас просто нету. Частинная часть людей оказались просто агентами Кремля, ну, предателями, ну, по-простому, да. Часть на фронте. И просто-напросто, ну, нету этих двух третей. Ну, не можем мы реализовать вот этот, скажем, полуальтернативный вариант полноценно. Ну, дизимо, да, не просто так. В Конституции, в украинском законодательстве прописаны эти все моменты на случай военного положения, это все предусмотрено, что все-таки демократические процессы не все могут быть в полной мере реализованы. Тут, Алексей, я хочу немного о другом поговорить, о том, собственно говоря, что за страна вот это все разгоняет. Страна, у которой самой при власти много лет находится, по сути, нелегитимный правитель, ведь его легитимность отказался признавать Европарламент, имею в виду, конечно же, Владимира Путина, за соответствующую резолюцию проголосовали, напомню, 493 депутата. Вот эти российские псевдовыборы, которые все мы наблюдали в марте этого года, в Европейском парламенте назвали абсолютно своим словом, фарсом, призвали страны-члены ЕС отказаться от сотрудничества с российским диктатором, так называемые выборы, вопреки международному праву, были проведены на оккупированных территориях Украины, а внутри России они не были свободными и демократическими. Но вопрос, возможно, знаете, и философский, но с другой стороны, кто, собственно говоря, это ИПСО разгоняет. И, возможно, тут авторы вот этого всего, которые сидят, понятно, в Кремле, они, может быть, просто не понимают разницу между украинцами и россиянами и методы, опробованные на своем населении, пытаются применить на нас. Слушайте, ответ на ваш вопрос непростой. Кто разгоняет? Ну, конечно, это серьезная группа медийщиков в Москве. Давайте правду скажем. Вот эта доктрина гибридной войны Герасимова реализуется. Ими уже один десяток лет. Они гибридизируют, они улучшают свои механизмы, они выдают желаемое за действительное. Ну, это же нашим гражданам уже, в принципе, понятно. Это уже даже более того, это даже уже европейцам наконец-то стало понятно. Они едут к нам для того, чтобы мы их научили, как эффективно отражать и ПСО, и медиа, так и врага. Потому что они уже констатируют прямо, что Россия будет влиять на выборы в Европарламент. Поэтому мы хотим быть готовы ко всем возможным сценариям использования ИПСО. То есть обмануть мир уже не получится. Есть соответствующее решение Паре про непризнание Путина и неведение с ним никаких дипломатических дел. Есть соответствующее решение Европарламента. Большое количество стран высказалось про то, что эти выборы нелегитимные, а Путин нелегитимный Путин. Часть стран взяла более, скажем, нейтральную позицию, что, как по мне, абсолютно неправильно и неоправданно. Может быть, кто-то с ним собирается еще вести какие-то дела, но мне кажется, неплохо просто историю учили и мало понимают, кто такой Путин, что дело с ним вести невозможно. Да и, конечно же, как можно сравнивать, например, Украину и Россию, когда там в Российской Федерации выборы проводились, в том числе на временно оккупированных территориях, что априори просто суперечить всему международному законодательству, статут Организации Объединенных Наций и проводились там под дулами автоматов. Как такие выборы в принципе можно считать выборами? А что по поводу принципа ключевого выбора выбирать и быть выбранным? Ну, то есть выбирать мы уже разобрались, что никакого выбора у людей нет. А быть выбранным, когда они просто в тюрьме убивают лидера оппозиции Навального и подкидывают для надежды надежденно. Ну, это фарс, это абсолютный фарс. Они уже не маскируются, они уже прекрасно понимают, что на внутреннюю аудиторию и так все понятно, силовиками они все сдержат. А на внешнюю, чтобы сказать, чтобы они уже там на что-то претендовали, на какую-то легитимность, так уже нет. Алексей, еще уточнение, у нас не так много времени остается, полторы минутки. В контексте международных отношений и представления Владимиром Зеленским как первым дипломатом Украины, собственно, позиции Украины. Вскоре у нас глобальный саммит мира, где будет подписано комьюнике, скорее всего. Да, это инаугурационный саммит, но он несет свои обязательства. Я надеюсь, по крайней мере, на это. И, собственно, Украина в лице президента Зеленского подписывать будет 100% в ближайшие месяцы, недели определенные документы в контексте международных отношений. Учитывая то, что президент Украины, как наша сегодняшняя тема, такая, как он, легитимный, и наши союзники, так понимаю, воспринимают его, ключевые союзники воспринимают его легитимным, не создает ли в целом вот это российское ИПСО определенных проблем в контексте подписания договоров, в контексте в целом отношений с нашими союзниками и со странами, которые пока, скажем так, не нашли правильную позицию отношения к российской войне против Украины? Все понимают, что противостояние Российской Федерации, как на международном, так и на уровне Украины, оно требует, как это, вот хорошее слово, гнучкости, да? Может, поможете мне его сейчас прямо с переводом, да? Гибкости, да. И вот эту гибкость, на эту гибкость готовы наши партнеры, наши друзья, потому что мы же видим, а что говорит по поводу российско-украинской войны, урегулирования, что говорит организация объединенных наций? Да ничего не говорит. Она просто заблокирована Российской Федерацией. Поэтому Российская Федерация, опять же, это очень успешно использует, как на внешней рамке, так и на внутренней, такую абсолютную недееспособность западного мира. И это еще и всем демонстрирует, говорит, смотрите, мы делаем все, что угодно, мы нападаем на суверенное государство, мы забираем территорию, а сейчас мы их еще и поставим в определенную позу переговорную, чтобы договориться на наших условиях. Это ящик Пандоры. И саммит мира, украинский саммит мира, который будет переходить, установщий в Швейцарии, он должен максимальным количеством стран в мире это показать. Вопрос не просто в достижении справедливого мира. Вопрос в том, что мир просто тогда будет править право сильного. А право сильного в том числе это распространение ядерного оружия. Но одним словом, справедливый мир прямо связан к справедливой архитектуре мировой безопасности всего мира. И это абсолютно взаимосвязанные вещи. Если прийти сейчас Путину, ну просто показать слабость и пойти навстречу, ну это может реализоваться в мировую катастрофу. Естественно. Спасибо вам огромное. Алексей, всегда вам рады в эфире Freedom. Алексей Буряченко был с нами на связи, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.